здравия желаю комрады в нашей игре еще со вчерашнего дня стартанул новый ивент на песочный танчик и я бы не стал снимать ролик если бы награда не вызывала такого интереса будь там какой-нибудь сентинель как допустим раньше запускали ивент я бы это даже проигнорировал новый вент запихнули новый танчик в 1с мз машину по-настоящему необычную и уникальную и обзор на него в данный момент я собираюсь вам записать в данном ролике мы рассмотрим новую коллекционку стоит ли ее оставлять в ангаре стоит ли на нее потеть хотя условия я бы не сказал что какие-то сложные а также в этом ролике мы разыграем танчик стг советскую премиумную стэшку восьмого уровня для того чтобы принять участие обязательно поставь лайк подпишись на канал досмотри ролик до конца и напиши что ты думаешь по данному ивенту проще ли делать фраги нежели потеть в победы будет интересно почитать ну а также не забудь подписаться на мой телеграм-канал все-таки у меня сегодня не будет рекламы поэтому хотя бы свою телегу с дополнительным розыгрышем я прорекламирую ну а теперь давайте перейдем к танчику первое что сразу хочется отметить что это танк является коллекционным и он продается за 500 золота так что если вам танчик не понравится то вы можете пополнить свою казну небольшим количеством голдишки с этим разобрались а теперь переходим к самим параметрам вот подвижность сорок три километра в час максималка вперед 11 назад за 1 однозначно можно похвалить а вот второе не самый лучший показатель с уделкой при этом особых проблем нет и с двумя топливами танк имеет уделку почти в 17 лошадей на тонну что весьма круто и я советую катать именно с топливом с поворотами кстати все не так гладко ибо тут у нас 36 градусов хоть это и не критично но прокачиваемого кваса к примеру этот показатель составляет 40 градусов в целом же подвижность хорошая именно за счет уделки и максималки вперед на этом танке можно и даже нужно ехать к стэшкам не только из-за подвижности но из-за бронирования вот это самое бронирование у танка примерно такой же как у прокачиваемого аналога то есть его практически нет для песочных кого это вполне нормально но не упомянуть это понятное дело нельзя самой защищенной оказалось башню но и она легко пробивается в щеки а учитывая особенность в виде плохих увн отыграть из нее не получится корпус картонный и будет пробиваться любыми стэшками он вызывает сложности разве что у пятых уровней которых при этом танк встречает довольно нечасто можно конечно попытаться танковать бортом и даже иногда отбивать что-то но при этом лбом сдерживать удар не получится а следовательно надеяться на такую броню нельзя это очень слабая часть танка и фугасники типа кв2 или сушки вам более подробно об этом расскажут а вот самой сильной и интересной частью на мой взгляд стало его орудие именно благодаря пушке kv1s mz можно назвать уникальной машины что интересно все имеющиеся советские тяжи имеют уникальные в рамках нации орудия у прокачиваемого кваса это деструктор у т-150 альфовый карандаш у кого 2 152 миллиметровка с возможностью выбора дпм-ного карандаша а вот у объекта 244 дпм-ная пушка с альфой в 200 единиц а вот kv1s маминой зарплаты имеет свое реально отличающиеся орудия первое что бросается в глаза дпм чудовищные для тяжа шестого уровня 2370 единиц урона в минуту второе это наличие барабана аж на четыре снаряда это первый и единственный танк на шестом уровне с таким большим барабаном альфа с выстрела составляет 135 единиц и суммарно можно влить аж 540 единиц урона с барабана это очень много для шестого уровня конечная точность составляет 0 33 на 100 метров это тоже нормальный показатель однако сводка в 4 2 секунды немножко подводит поэтому на ходу лучше не стрелять пробой на бумаге тоже очень хорошие основной подкалибер пробивает 152 миллиметров голда 217 что круто однако я могу сказать что на личном опыте сталкивался с ситуациями когда не мог пробить серое и скорее всего это было связано с калибром и типом этого снаряда а вот что действительно печалит так это у вены я мельком упоминал уже об этом ранее это 5 градусов вниз а значит на любой кочке и на любом холме нам будет некомфортно и игрок на квасе будет не выигрышной позиции это хоть и единственный и однозначно очень сильный недостаток орудия и на этом начинаем подводить наши итоги новый совет получился интересной машиной со своими характерными для совета плюсами и характерными минусами мне эта машина показалась достаточно хорошие но забирайте или нет это сугубо ваше решение ибо несмотря на уникальность это специфичная машина на несерьезном уровне боев а еще ради этого танка придется попотеть делая фраги в рандоме в целом сам ивент показался мне не сложно во всяком случае делать фраги куда проще чем делать победы поэтому если сравнивать с кем-нибудь новогодним ивентом то новогодний вент на мой взгляд окажется куда сложнее но и награды тут понятное дело несоизмеримы но это у меня на сегодня все участвуйте в розыгрышах подписывайтесь на мой youtube и телеграм-канал все ссылки ищите в описании и до скорых встреч пока